Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Осталось, друзья, уже показывать мне томатов, вам делать обзор совсем немного. И вот сегодня я хочу еще сделать два редких сорта томатов. То есть два обзора редких сортов томатов. Это, так, посмотрим, как называется, German Green. Вот такие они чудесные. Томаты. Этот уже видно, что поспел-поспел. Так, когда поспевают, здесь розовые такие полосочки, а сами они зеленоплодные. И все зеленоплодные, поверьте мне, очень-очень вкусные. Вот видите, первая кисточка совершенно не завязалась. Веду его в два ствола. Томат высокорослый, индотерминатный. И уходит он под самую крышу. И вот так вот, смотрите, висят вверху, какие большие плоды. И так, этот, ну и я что-то больше там... А, вот, вот это тоже от него. Это тоже плоды от него. Вот четыре там плода. Ну, в общем-то, вон там еще, вон там еще два плода хороших, крупных. Так, в общем, томат достойный, внимания. Посмотрим, какой же он будет на вкус. Ну, я вас уверяю просто. Хотя сама его не пробовала, выращивала первый год, что он будет очень вкусный. А мы его попробуем наравне с золотом черока грин. Посмотрите, они насколько похожи. Я вам делала уже обзор. Его надо было сделать, конечно, вместе с этим томатом. Но этот томат был еще не спелый. Ну, что-то я не усмотрела, в общем-то, неправильно сделала. А сегодня мы точно вот еще вот эту помидорку снимем. Золото чероки грин. И посмотрим в сравнении все-таки, какой томат у нас вкуснее. Итак, томат высокорослый. Веду в два ствола. Сорт. Можно брать семена. И садить уже самим сажать, не покупая в магазине семян. Как бы урожай нормальный, приличный даже, можно сказать. Приличный. Вот так. Сейчас показываю другой томат. И вот, друзья, это тоже очень редкий сорт томата. Можно сказать, экзотический вместе с German Green. Это Berkley Tai Dai Heart. Вот такое длинное название. И вот такая вот кисть хорошая, сложная. И много на кисти томатов. Но кто со мной на канале видел, что вот отсюда обломилась кисть томатами. На кисти было семь плодов, уже таких укрупненных, ну, не созревших, ну, и не слишком крупных. Они еще просто не выросли. И они все упали у меня. Вообще, даже к дозреванию не годятся, потому что они были еще, ну, в таком состоянии, что только сморщатся, повянут и не поспеют. Вот такой сорт. Вот я сейчас покажу еще один кустик. Вот я сорвала томатик. Он даже лопнул, потому что очень давно висел. И мы обязательно попробуем его на вкус. Мне кажется, что он будет очень-очень вкусный. И хочу показать. Посмотрите, какие крупные томаты. Здесь, наверное, точно грамм на 800 томат. Я его подвязала вот такой вот прямо веревочкой, потому что это невозможно им не оборваться. Невозможно. Ой, какой крупный. Вы понимаете, они же зеленые, я же их не буду снимать. А вообще, вот знаете, есть смысл даже снять одну помидорку зеленую и взвешивать, чтобы посмотреть, насколько он крупный томат. Насколько крупный. Потому что я скоро буду отсюда все убирать. Это томаты в рассадниках. И здесь их не обогреешь. У нас скоро начнутся холода. И он будет лежать дозариваться. И потом, я думаю, возьму с него семена. Это, конечно, неправильно. Надо брать семена, чтобы они созрели на кусте. Но у меня этот томат так не получился. Вот только в нижнее созрели. Немножко, которое мы сейчас попробуем. И все. Все-таки его надо высаживать в теплицы. Еще раз покажу, какие они крупные. Вообще. Ну, такие крупные. Очень крупные. А показывать вам буду мелкие. Друзья, я не сказала вам, что он высокорослый. Посмотрите. Вот сюда пошел. И я вот отрезала все верхушки. И отрезала кардинально. Потому что ему расти было некуда. Он очень, очень высокий. И я думаю, что он урожайный. Вот посмотрите. Там еще растут томатики. Видите, сколько их еще там. Мне, конечно, в рассаднике показывать вам, ну, сложновато. Сюда жить. Мне надо возобраться еще. И вот там, смотрите, висят. А сколько я еще обрезала. Потому что знаю, что они не вырастут. Поэтому делаем вывод. Высокорослый. Сажать его нужно в теплицы. И тогда он себя, конечно, покажет. Как бы сказать. Хорошо себя покажет. Выдаст все то, что он должен нам выдать. А еще, друзья, не забываем, что живу я в Восточной Сибири. И климат у нас резко континентальный. Сделаю немножко, небольшое сделаю отступление и скажу. Что я живу в Ширинском районе. И даже по отношению к Шира наш поселок находится, как бы сказать, выше, чем Шира. На 150 метров. Поэтому даже в районе Шира растет все получше. И там потеплее. А мы буквально в 20 километров от района. И у нас вот уже совершенно другой климат. Это чтобы вы знали, в каких условиях я выращиваю томаты. Итак, смотрим на весы. На весах 585 грамм. Ну, он не самый крупный. У меня бабушкина было 625 грамм. Но вообще-то он очень крупный. Вот очень крупный. Ну, без 15 грамм 600 грамм. А там еще остались зеленые. Возможно, там даже и 600 будет грамм. Потому что там, смотрю, ну, на вид они такие крупные, такие же. А может быть даже, ну, на 15 грамм может быть и больше. В общем, я считаю, что мои томаты могут, Тайда и Хаат Беркли, могут быть весом до 600 грамм. И посмотрим маленькие помидорки. 140 грамм. Это еще меньше. 91 грамм. В общем, от 100 грамм до 600 грамм. Вот. И вот эту помидорку я сейчас покладу на весы. Я ее разломала. Она вот такая была корявая, вот так сросшаяся. Я ее разломала. Она 281 грамм. Ну, нарезала, настригла вам всяко-разно. И повдоль, и поперек. Вот поперек выглядят вот так они. Семена есть. Но все равно томаты мясистые. И необыкновенные изнутри. Такие зелено-красно-желтые. Вот. И разрезала повдоль. Вот такая вот есть небольшая сердцевиночка. Но совершенно небольшая. Вот. Вот так вот выглядит Тайдай Хаат Беркли. Сейчас попробуем. Ой, ну, друзья, какая вкуснятина. Вот он обязательно останется у меня в коллекции. Обязательно. Какой сладенький. С такой кислинкой, с которой нужно. Небольшой. Очень, очень вкусный. Я ее проглотить не могу, уже говорю. Вот очень вкусные томаты. Сейчас посмотрим томат German Green. Итак, 225 грамм. Это German Green. Вот она на весах. Вот так она выглядит. Сейчас еще покладем, положим. Вот такую. Вот так она выглядит. Такая красавица. И вешает она, весит. 121 грамм. Вот, друзья. Сейчас, конечно, мы ее разрежем. И попробуем в сравнении. Я уже сняла золото-чироки-грин. Чтобы здесь сравнить вкус. Ну и смотрим. Вот такие они в разрезе. Поперек и возле плодоножки. Повдоль. Никакой там даже плодоножки нету. Ой, плодоножки. Никакого стержня там даже нет. Вот, весь такой наполненный. Весь хороший. Он, конечно, выглядит неаппетитно. Многие не любят зеленоплодные томаты. Но это совершенно напрасно. Это просто предвзятые отношения. Такие к зеленоплодным томатам. Они очень вкусные. Вот я положила кусочек от золота-чироки-грин. И вот этот кусочек от джерман-грин. И сейчас я попробую и оценю. Ну, друзья, вот джерман-грин. Вот. Они маленечко слаще. Оказывается, не все зеленоплодные, одинаковые. Ну, чуть-чуть послаще. Но это тоже очень вкусный томат. А у меня еще было, есть в коллекции малахитовая шкатулка. Вот сейчас бы, если бы я все три сравнила, я бы точно вам сказала, какое вкуснее. Но мне казалось, что я вкуснее малахитовой шкатулки ничего не едывала. Вот. А сейчас я даже не знаю, что и вкуснее. Пока мне нравится джерман-грин чуть-чуть повкуснее, чем золото-чироки-грин. А вот с малахитовой шкатулкой не знаю. Даже не могу сказать, потому что она очень вкусная. Друзья, осталось совсем немножко мне показывать вам моих томатов, то есть сделать обзор. И поэтому оставайтесь со мной на канале. Уж досмотрим их, добьем до конца мои томаты. Уж больно много я их посадила. Вы были на канале, делимся опытом взаимно. И с вами я, Наталья Гелезудинова. Оставайтесь на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!